Привет! Меня зовут Вилли Хаббас. Уверен, что нет в России человека, который бы не видел фильмов про особенности национальной охоты и рыбалки с моим участием. Конечно, все это было кино. А как настоящий фильм, я очень люблю рыбалку. За что я его поймал-то? За класс я его поймал, что ли? Ой-ой, осторожно. И поэтому решил отправиться в большое путешествие по России, чтобы наконец-то узнать все об особенностях национальной рыбалки. В каждом программе мы будем не только ловить рыбу. Ха-ха! Ой, блядь, блядь! Опа! Ну и есть. Ну, давайте попробуйте уже. Нормально? Поймали сегодня карася. Так что, я уверен, будет весело. А-а-а! Вот чего поймали! И вкусно! Итак, поехали! Это программа «Охота на рыбалку» с Вилли Хаббасово на телеканале «Моя планета». Добро пожаловать! Горная страна на юге России. Летники, аупийские лука, неприступные скалы и хребты, а также горные реки и озера. Вы догадались, куда меня занесло в этот раз? Итак, рассказываю. Я сейчас хочу. Дагестан. Дагестан заменить в баран. Правильно. Вкусная, самая вкусная баранная в Дагестане. Все знают. Поэтому я еду туда, на рыбалку. Я не вообще Дагестан, не инвестирую с рыбалкой. Но, говорят, там очень отличная, хорошая, душевная рыбалка. Поэтому я туда и еду. Моя первая остановка – город Махачкала. Столица республики, откуда и начинаются мои приключения. Надеюсь, только позитивные. Тем более, что край этот славится гостеприимством и радущим. Что я чувствую уже при выходе из аэропорта. Ух ты! Мы помыли добрые люди машину. Ну, это прикольно. Ну что, в путь! Для большинства из нас Дагестан – это страна гор. Но мало кто помнит, что здесь совсем рядом еще есть и море Каспийское. Хотя на самом деле это не море, а озеро. Просто очень большое. Но мне главное, чтобы в этом озере или море водилась рыба. Я отправился сейчас в сторону Аграханского залива, потому что мне сказали, что там очень чистая вода. Значит, если чистая вода, значит, рыба очень вкусная, очень чистая. Тут говорят, что ловится почти все, что угодно. Поэтому сейчас будем проверять, что там мы можем поймать. Я что-то не додумался, что мы же приехали совсем на юг. А я северный человек. Я боюсь, что я тут сгорю моментально. Поэтому мне сейчас надо остановиться и купить себе какую-то защиту от солнца. Потому что иначе я не знаю, что со мной будет. Я буду как рак ханить. Поэтому делаем маленькая пауза, а потом отправляемся в сторону Аграханского залива. Там будет вкусно. Я что-то прохолодался так, что есть хочется, не знаю как. Ладно. Скоро поедимем. Но сначала купим крем. Очень хорошо, что торговые центры в Махачкале на каждом шагу. Наверное, на месте старых базаров. Ну, вот тут-то я и возьму для себя крем от солнца. Ну и перекушу чем-нибудь. Ну, спокойно перекусить под жарким солнцем мне не дали. Оказывается, здесь народ тоже в курсе моих ролей. Рыбака, охотника. Тоже, надеюсь, что это хороший знак. И улов будет у нас покатый. Давай, давай. Давай, давай. Здравствуйте. Ой, я холос не могу. Нет, холосики нет. Давай подумать. Ну вот, теперь можно смело ехать на дагестанскую рыбалку. Вот, нашел я крем, потому что тут неожиданно такая жарища. Я понимаю, что я приехал юг, но как-то неожиданно все равно для меня, для северного человека это все. Смотри, как красиво, все-таки город, вот, да, сейчас достраивается город. Вот сейчас мы подъезжаем к Эчкалу, вот, в центр. Тут красиво. Ну, везде реставрируют, везде вот что-то делают, что-то занимают. Приятно. Вот здесь мечети. Очень много мечетов я замечаю, что их, их просто реально там, не знаю, там, каждый 300 метров я вижу мечеть. И это, это, это впечатляет. Ну, это говорит о чем? То, что и вера является большим, ну, важным, важным здесь. За последние годы внешний облик Махачкали, конечно, сильно изменилось. Теперь это современный европейский город с населением около миллиона человек. Кругом строятся новые жилья и кварталы, торговые центры. Ну, дыхание Востока здесь все равно очень чувствуется, особенно на дорогах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот про это мне говорили здесь уже, что осторожно. Тут как-то местные ездят как-то по-местному. Или как это сказать? Они ездят так, как не я привык ездить. А на самом деле, вот это очень стремно, когда вот приезжаешь в какое-то новое место, и ты не понимаешь местные законы. Вот как ты должен ехать? То есть, кого мы пропускаем? Больших черных машинах? Или вот, скажем так, маленьких советских машин? Или вот кого? Кто как ездит? Поэтому сейчас я пока привыкаю к тому, что... И попитаюсь вот... Я спокойно езжу. Ну, все-все, спокойно-спокойно. Красиво, смотрите. Вода. Агроханский залив ждет нас. И я как его жду. Поэтому я сейчас туда отправляюсь, и будем рыбачить. Я все-таки хочу сегодня уже попробовать чего-то. Может, чуть-чуть вот будет ближе к вечеру, чтобы не так жарко прямо. Иначе там уже, наверное, и рыба кипяченая уже, вареная уже получается. Сейчас выезжаем уже из центра. И отправляемся на трассе в сторону рыболову. Дорога к рыбным местам лежит через выжженную степь. Хоть так со стороны никогда не подумаешь, что находишься в Дагестане. Если бы не наш пункт назначения. Агроханский залив – залив у западного берега Каспийского моря в 91-м километре от Махачкалы. Открыт к северу так называемыми Чаканными воротами. Вдается в материк на 40 километров. Ширина от нескольких сот метров у Чаканных ворот до десятка километров в южной части. Глубина – до 4 метров. Вода в северной части залива сильно опресненная, в южной – пресная. Поэтому поймать тут можно озерного карася, щуку, белого амура, сазана и даже огромных самов. В горах спешить не любят, а на берегу море тем более. Тут все зависит от погоды. Особенно, когда дело касается рыбалки. Пойдем? Или ветерок все отнесем? Нет, немного надо подождать. Подождем, стихнет. Лов не будет. Поэтому надо подождать немного. Доброе утро! Доброе утро! Вилли! Александр! Александр Сюзинь – настоящий рыбак. Аксакал, который знает все старицы и боймы. Айваз. Второй рыбак – Айваз Рамазан. Прозывшись на берегах Каспийское море всю свою жизнь. Он – знаток рыбных мест, где можно поймать настоящего тахистанского карася. Очень приятно. Ну что? Да, хотели выходить, а вот ветер поднялся. Ветер? Да. А когда ветер, вот нельзя поехать, да? А мы на веслах. А. Мы без мотора. А. Да, таким темпом мы точно далеко не уплевем. Хотя, может, в этом и есть свои хитрости. Может, рыбу не распугает. Но нет, не то. Для здоровья полезно. Полезно? Я пишу, словно полезно, да. Ну, то есть, тут сильный ветер, я так понимаю, да? Ну, где-то метром шесть, наверное. Да? Да. А он затихает потом? Да, конечно. То есть, нам подождать надо? Да. Много надо подождать. Хотели карася хорошего половить. Честно говоря, ждать море погоды – дело опасное. Может, и на неделю затянуться. А это в мои планы никак не входит. Приехать в такую даль и сидеть на берегу. Хоть не ради мелочи какой, надеюсь. Тут карась какого размера бывает? Ну, да, такого. Ничего себе такого. Да. То есть, рыбацкий такой, это, в принципе, такой, да? Знаю я, это байки рыбацкие. Они тут одна другой краше. Но я выведу рыбаков на чистую воду. Или, как там говорится, по-русски. Далеко это вообще вот здесь? Вот где ловить лучше? Можно прямо с причала. Да? Да. Ну, лучше, конечно, отойти. Да? А может, я пока мы не пойдем, я, может, из причала попробую поймать его? Потому что поймать-то хочется. Конечно, карась здесь водится. При этом, говорят, не простой, а золотой и еще серебряный. Золотой и серебряный карась водятся именно в Волго-Каспийском бассейне. Принадлежит к семейству Карповых. Вес серебряного карася в молодом возрасте около 400-700 граммов. В зрелом возрасте он увеличивается до 1200 граммов, а к старости доходит до 4,5 килограммов. Максимальная длина золотого карася – полметра. Никто отсюда без рыбы не уходил. А, да? Да, конечно. Там, если вода, там, если рыба есть. Осталось только подождать, когда ветер стыхнет. Правда, он стыхать никак не хотел. Надо же! Вот все собрал. Спиннинг приготовил. Леску проверил. Крючки взял и даже сумку на случай дождя. А выйти в море нельзя. Жутко обидно. Так уже хочется на рыбалку. Потому что он проделал огромный путь. Ну, ждем. Ветер. Ветер сильный. А вот вы знаете, вот я сейчас иду на карася. Карась очень такая, ну, странная. Ну, странная рыба, неправильно сказано – странная рыба. Ну, такая способная рыба. Даже карась живет даже вот в лужах, которые промерзают, ну, на сгвозь. Он там роется себе вот на дне. А вы знаете, почему он так? Он там может выжить. Потому что у него в крови есть алкоголь. Спирт. Ноль, по-моему, есть даже 0,2%. Я помню, с детства мы считали с друзьями, сколько надо есть карася, чтобы напиться. Это где-то килограмм 15. У нас карась был вот размером руки. Ну, вот ладони. Это самые большие карася, которые я видел в своей жизни. Мы как ловили их в лужах? Мы ловили их доской. Мы доску взяли и ударили по воде доской. Он заклохнут и поднимается на какое-то время, он потеряет сознание. И поэтому мы просто его оттуда взяли и пошли его готовить. Хотя там, когда у карась вот такого размера в ладони, там есть нечего. Поэтому я очень жду, что здесь говорят, что карась рыбацкие вот такие. Хотя я понимаю, что они вот такие, но будем ловить таких. Когда ветер притыхнет. Ну и, наконец, удача нам улыбнулась. И мы вышли в море. И надеюсь, что у нас появится шанс поймать местного карася и приготовить потом из него отменный ужин. Но сперва надо его добыть. Потому что перекаты такие, что и на мел можно сесть. Так что без местных жителей тут никуда. А как здесь-то не мелко? Эээ, здесь нормально. Мы всю дорогу ехали, все, я поднимал мотор. Это трава, трава цветет сейчас, она вся наверх идет. А, то есть это получается, что не всегда так? Не всегда, не всегда. Водоросли есть, но сейчас слишком много. Да? А от чего это зависит? Сезон цветения. Сезон, да? Оказывается, что тут тоже свои особые сезоны есть. И в каждый сезон в разных местах карася клюет, если верить моим уважаемым проводникам. Ну давайте я тоже что-то попробую. Дай процесс, да? Сейчас, Вильям, сразу поймаю. Эх, вот только бы не склазили рыбаки меня. А я человек суеверный. Особенно, если дело касается рыбалки. Ну, положусь на опыт старейщих. На червя давать? На червя, да? Сейчас тогда на червя. А здесь какую глубину наставить? Ну, здесь, наверное, метра два будет, не меньше, а то и три. Червя, да, говорит? Ага. Давай, сейчас мы его пустим. Подожди, червя у нас тут. Где? Вот здесь. Видимо, волнуется хозяева. Хотят к гостю угодить. Даже про свои спиннинги забыли. Ну, надеюсь, клюнет. Тем более, оксакалы местные знают только в рыбалке. И любят ее. Хотя не уезжают нынче часто. А вот у вас часто получается ездить на рыбалку? Месяц два раза. А на сколько дней? На два-три дня. На два-три дня, да? Это я раньше не машинула. Вот рыбаки, два-три человека. Давай, Дегарс, отвези нас туда, на рыбалку. Садимся, едем. Я расслушаю. Ну, это может быть, я сам. Ну, как может целый день, сцедает? Будет там рыба или не будет дырама? Ну, что за терпение? Смеется, не смотрит, не смотрит. Один раз мне дал удочку. И я кинул. Кинул удочку. Вот такой леш попался. Да? Вот такой леш. И после этого я уже стал рыбаком. Тут же с этим рыбаком, охотником, стал я охотником. Взял такой старый ружье. Один раз показал, как стрелять. Дали мне, как его. И получилось, попал мне. Может быть, случайно. Может быть, как я в это попал. Он попал, до сих пор заразился. Это охота. Чем особенности вот рыбалки здесь, именно вот в этих краях? Здесь всегда есть рыба. Да? Круглый год здесь рыба обязательно есть. На уху, на жирко обязательно можно здесь поймать рыбу. Вот это самое замечательное. Вот это. Да? Вот сейчас местами вот так кидай. Местами. Ага. Вот сюда, да? Ага. Да, сразу видно, что рыбаки разговорили, разговорили. А за процессом они правда следят. И проведет стариков. Окунь. Я бы сказал, окунек. Да, мелковат трофей для первого раза. Ну, хоть не пусто здесь. Теперь я это точно знаю. Хотя мои рыбаки явно смутылись. Да, правильно вы говорили, что у меня крючок маловат. Я говорю, это килл. Для килл, а вот это килл наша. Вот дайте это. Ну, уже улов как-то. Ну, вот улов. Правильно, с него уху пока не сваришь. Он так упакой его прахлотил, слушайте. Вот, он очень упакой его захлотил. Вон этот экстрактор. И окунь, оказывается, здесь бывают. О, килограммовый. Килограммовый бывает? Да, конечно. А это когда бывает? Это на разведку пришел. А, пусть позовет старшего брата. Или там папашку, там не знаю кто. Ну, надеюсь, теперь рыбалка пойдет. Тем более, окушка мы отпустили на волю. Местному по сейтону. Пусть будет хорошо настроен к нам теперь и даст нам улов карасей. Хотя бы стучек пять. Нам много не надо. Лишь бы мне ужин хватило. Ну, тут рыба есть. Мелковато пока. Я, конечно, стариков обидеть не хочу. Они люди уважаемые. И рыбаки, наверное, хорошие. Но как-то не везет нам сегодня с золотим карасем. Да даже серебряным тоже. Серебря мелочь какая-то. Можешь на снях тела. У вас крючок мелковатый по этому? Да. То есть крючок должен быть побольше. Да. Сейчас надену такой крючок. Ну, сколько мы не закидывали наши спиннинги. Все одно и то же. Хотя мне чуть-чуть больше повезло. В общем, рыбалка у нас какая-то смешная получилась. В буквальном смысле, что не трофей, то смех до слез. Ну, старики надежду не теряли. Даже как-то неудобно перед ними стало. Ну, здесь что-то мне кажется, что вот поменять место надо. Конечно. Да, поменяем место. Поменяем. Все, поменяем. Тогда это самое. А куда лучше? Воды много, куда угодно. Да? А вот сколько вообще в этой территории? Залив? Тысячи гектаров, я не помню сейчас. Где-то тысячи гектаров. То есть это... Дольше, дольше. Нет, а километраж? Тысячи. Территория Аграханского залива не так велика, как говорят местные. Около 160 квадратных километров. Но по меркам Финляндии я скажу, что это просто огромное озеро. Но попробуем попытать счастье чуть выше, на реке Терек, что впадает в Аграханский залив. Или, как говорят здесь, на канал. Вот там, говорят, точно есть карась. Горный, чистый. Теперь уже на вес золота. Причем любого веса. Ну, прежде чем ехать в эти места, мне нужно найти хорошего проводника. Того, кто меня отвезет от этих камешей и мелочи пузатых. А то грустно как-то совсем тут. Одни ликушки. О, здрасте. Здорово. Билли. Абакар. Абакар Абдурахманов. Моя последняя надежда. Надеюсь, что с его помощью я найду местечко, где прячется от меня карась. Слушай, я вот тут стою и смотрю. Неужели здесь рыба нет? Есть рыба, почему нет? Сейчас просто цветет, трава поднялась слишком высоко. А рыба вся в траве. Потому что я вчера целый день сидел там, попробовал в разных местах. И ничего, кроме таких вот окунил, ничего. Рыба есть, но она вся в траве. Да? А как его поймать? Или, может, мне другое место надо поехать? Да, пока трава не упала, она не выйдет. Но есть другое место. Да? Я тебе покажу. Да? Да. О, поехали тогда. Поехали, вперед. Что я мучаюсь тут вообще? Вот, теперь другое дело. Прямо ли терпится поехать? Да, и проводник мой вызывает доверие. Судя по подходу к делу. Куда едем? Вы бачите, на юз бач поедем. Да? А это, может, в салон не поставим, чтобы не болталось здесь, да? Давай, садимся. А прикормить их надо, да? Ну да. Да? Желательно? Желательно чуть-чуть прикормить. Это хорошо, что мы тут о прикормке придумали, а не в горах. Ходя туда еще несколько часов по степи. Красота вокруг немоверная. И чем дальше, тем больше я начинаю ощущать, что я в Тагистане. Наконец-то, то самое баранье. Ой, простите, пока еще бараны. Эх, что же я поехал за карасем, а не за баранькой? Поскольку в Тагистане самое вкусное баранино, я приехал сюда на рыбалку. Поэтому смотрите «Охота на рыбалку» с Вилли Хапасалу. В следующей части программы смотрите «Местные рыбаки обещают золотые горы» или «Как поймать хоть что-то». Ну там рыба же есть? Есть рыба? Конечно, валом. Да? Валом? Как, сейчас посмотрим, что это означает? По местному, валом. Золотая рыбка на крючке у Вилли или какой размер имеет значение? Вот она! Вот это уже нормальный размер. Ну, понеслась. Главное не поймать рыбу, а удержать. Это уже размером 300 грамм. Ой, куда ты так? Учим рыбий язык или как Вилли с рыбой разговаривал. Молодец ты пришел. Ты нам очень нужен был. Ранее в программе местные рыбаки обещают Вилли царскую рыбалку. Тут карась какого размера бывает? Ну, да такого. Ничего себе! Уникальный способ ловли карася от Вилли Хаапасова. Мы ловили доской. Мы доску взяли и ударили по воде доской. Он заклов и поднимается на какое-то время, он потеряет сознание. И поэтому мы просто его оттуда взяли и пошли его готовить. Царская рыбалка началась с очередного провала. О-о-о-о! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Я бы сказал, окунёк! Окунёк! В общем, увидит оттару овец и не поговорит с местными об их жизни я не мог. Тем более, что передо мной стоял настоящий дакистанский чабан. Вилли. Вилли. Абус. Как? Абус. Абус, да? Скажи, вы занимаетесь баранами, да? То есть сколько у вас голов тут огромное количество? Вилли. Вилли чем-то. Да? Вилли чем-то, да? А вот вы как? Вот тут постоянно? Вилли на год. А? Вилли на зимовку здесь. А, да. Да, да. А вот здесь это зимная пастпища или летняя? Вот зимняя, конечно. Зимняя, да? Вилли там горы. Горы. А, то есть вот здесь жарко будет. Да-да-да. То есть сейчас начинается жара. И поэтому вы уже уводите. Тяжело работать? Кому как. Ну вам-то. Тяжело? Нет. А вы с детства занимаетесь? Да, с детства. А вот тут какие звери? Вы кого-то боитесь? Нет. Кого боятся? Я не знаю. А я смотрю, что у вас огромные такие собаки. Они кто такие? Чистый волк, когда. Да? Кавказский обчар. Да? Но они большие, такие огромные. Да. Они тоже волков не боятся? Нет. Нет? А ты боишься волков? Зачем нет? Я не знаю, я их боюсь, честно. Если вы честны, я их очень сильно боюсь. А медведи есть? Медведи здесь нет, в горах есть. В горах есть, да. А вот как это лошадь называется? Лошадь? Да. Орлик. Орлик. А он породный, он такой невесок породный. Да, он горный породный. Корный породный, да? То есть он везде пройдет? Везде, куда хочет тебя везет. Да? А вы всегда без седла? Нет. А вы седлой тоже иногда бываете? Седлой. Вот я, как городской человек, вот как бараньи у вас, с ними что надо делать? Говорит, что идите туда или вот сюда. Или что надо делать? Просто охранять их? Да, просто охранять. От волков, которые вы не боитесь. И ваши лошади не боятся, и собаки не боятся. Вы вообще ничего не боитесь. А где вы спите тут? Вот у нас там кочара, тонкий здесь. Да? Все тоже здесь. А вода? А где они пьют воду? Воду в воде. Здесь рядом в канале. Да? В канале, да? А в канале тут недалеко, да? Да, в глядце. О, оказывается, что мы уже совсем близко. Ну что ж, по коням. Правда, тут в степи у каждого свой коль. Мне мой очень нравится. Итак, еще 10 километров, и мы на месте. Я-то думал, что увижу настоящую горную реку. А тут искусственный канал. Посмотрим, посмотрим, как говорят об агаре. Что здесь будем ловить? Ну, я думаю, что да. Тут хотя возраст, там же есть, по-самому. Вечи, да? Да. Вот чуть дальше кидает. Ну, как говорится, хозяин-барин. Придется полностью доверить чутью Абакара. Хотя задает вопрос, почему-то он, а не я. Что, достаем снасти? Ну да, я думаю, что вот туда надо посередине кидать. Ну да, вот. Ну там рыба же есть? Есть рыба? Конечно, валами. Да, валом? А, сейчас посмотрим, что это означает. По-местному, валом. Много рыб. Да, да, я понимаю, да. Ну, хорошо. Ну что, начнем? Да, да. Собирать. А что вы делаете? Это поводок делаем. Поводок? Ну, поводок. Ну, поводок, я понимаю, поводок. Крючки связать. Там несколько крючков, да? Два-три крючка. Вот два крючка. Почему? Ну, один крючок может в траву залезть. А, чтобы второй остался. А, другой остался. Да, дежурный. А, такой местный способ, да? Ну да. Да? Как много, можно узнать. Рыба может по травой быть, сверху быть. С травой как бороться здесь? С травой бороться только осенью. Она сейчас цветет. То есть цветет всю лето? Да, всю лето. А зимой она, осень, начинает садиться. А зимой здесь лед есть? Замерзает? Здесь не замерзает. Не замерзает? Вот здесь проточная речка. То есть там проточка есть, да? А замерзает там. А что же здесь можно ловить? Это же канал у нас. Канал. Здесь любая рыба. Судак. Ага. Красная пьерка. Окунь. Сазан. Еще какие есть? Щука. Вся рыба с моря заходит сюда. На нерис. Да? На нерис. А, вот туда. Да, да. Рыба идет туда и потом обратно. Ну, если рыба здесь туда-сюда ходит, то пока что-то мимо нас. Видимо, задержали карасиков где-то на границе или на какой-то плотине. А может, кто-то динамит бросил или сетки поставил. В общем, решил я узнать об этом у самого Абакара. А то все равно надо о чем-то говорить. Карася этим точно не спукнем. А так хоть время скоротаем. А браконьеров много? Бывает. Бывает, да. Раньше лучше было. Ну, чуть-чуть рыба сильная была. Да? Много рыбы. А Гараханский залив? На нерис вся рыба заходила. Ага. Осетровая. Осетровые тоже ходили сюда? Да. Ну, сейчас осетр-то вообще исчез. Ну, да. Исчез вот браконьеры. Ну, к сожалению, да. Озеро тоже заиливается. Ну, заиливается, вот травой-то покрывается. Что, клет вели? Да. Здесь клет, но мелочь что-то. Ну, мелочь, да. Тут пока ничего нет. Кровы много. Неужели опять 25? Вот такая же мелочь, как в заливе. Может пойти выше по течениям. В общем, решили мы место измерить. Попробуем здесь. Давай. А это система слюза, да? Да. Это шлюзы. Слюзы. А сколько здесь слюзов? Избросные. Шесть слюзов. Шесть, да? Ну, вот это. А когда это было построено? Это уже давно построено. Давнее, да-да-да. Да, ну, ничего. Вот недавно поменяли и слюзы. Ага. Новые тут поставили. Да? А на воду... А для чего они вообще? Чтобы уровень держать воды. Уровень где? Аграханском заливе. Аграханском заливе. Чтобы слишком высоко не поднималось. И чтобы не опускалось. Чтобы было вот это. Чтобы рыба была выпущена. Да-да-да. А, хорошо. И отсюда рыба заходит. С моря идет. Отсюда истерика заходит. А, истерика заходит? Да. А там терек, да? Там дальше терек, да. Ага. Ну, отсюда, вот, я на этом попробую. Ну, неужели мы не поймаем здесь? Поймаем чего-то? Посмотрим. Кажется, на этот раз мы с местом угадали. А может, Абакар и знал все заранее. Да решил просто со мной пополтать. О проблемах своих рассказать. А потом по-настоящему в клевых местах привезти. Попробуем, что будет. О, уже клеет. Идет, да? Уже клеет. Что это? Это бычок. Да-да-да. Позернее в утюге. Да? А второго еще поставлю. Ну, вот. Ну, что-то есть. Есть? Ну, значит, рыба есть. Там, где и маленькая, там и большая. Да-да. Не знаю, что там нашептал на свой крючок, Абакар, но явно что-то на саманье. Так, подожди. Вот карась тебе. Ну, вот карась. Да, карась. Вот и хорошее. И с крючком вместе. Нет, без крючка. С крючком. Да. Вот она. Вот это уже нормальный размер. Хороший. Слава Богу, у нас был. Потому что леска оторвалась. Виня, процесс пошел. Рыба есть. Вот точно знал Абакар про это место. Чтобы интрига была у нашей рыбалки. И это, оказывается, еще не все. Что, Вилли, карась? Да. Не знаю, кто там. Посмотрим. О, там... Ой-ой-ой. Спокойно, спокойно. Спокойно, Вилли. Спокойно. Тихо-тихо-тихо. Сейчас, 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 сейчас. Потащу. Есть. Есть. О, вот это да. Вот это другое дело опять. Вот. Это у нас карась, да? Ну да. Опять карась. Красавчик. Да, хорош. Прям хорош. Это уже размером 300 грамм. И снялся сразу. Да? А, нет. Не, не, не. Он еще там. Ой. Куда тут так? Слушай, может, ее свешать надо? Давай ее... Достанешь? Все. А, достал. Себе воткнул. Да, да, да. Слушай, сейчас я буду ее вешать. Вот это уже готовить можно. Вот зачем мы сюда и приехали. Вот такие карасики, вот это уже, это уже рыба. Это уже рыбалка. Радости моей, ребята, не было предела. Начали с такой мелочи, а тут прямо один за одним. Надо же! Вот тебе и не только баранина дагестанская. Смотрите сами. Вот за губом поймали. Вот его уже есть можно. И с него можно приготовить все, что хочешь. Вот. Вот. Вот она. Ну, не знаю, грамм 200, 300, точка 200. 200 есть. Вот, начинается рыбалка. Все-таки у нас. Фу, сколько мы, два дня искали. Вот поймали вот такого размера рыбу. Вот хотя бы, для меня кажется, что это уже монстр такой. Хотя я понимаю, что тут еще, говорят, еще больше есть. Ну, посмотрим, может, и поймает. Молодец, что пришел. Ты нам очень нужен был. Осталось только теперь приготовить наш трофей. Добавить мы будем блюдо не простое, а финское. Рыбные котлеты по рецептам моего дядушки. Знатого рыбака и гурмана. Обещаю, что будет вкусно. Карась, на самом деле, имеет специфический вкус, поэтому его надо с чем-то всегда разбавлять. Ну, вот сейчас будем смотреть. Вот, вот видите, кров вышел. Вот самое главное, чтобы кров вышел, и так дальше уже все. Кто-то, иногда бывает так, что хочет пропускать через мясорубку и кости. Но в кости он потом, если пропускает кости через мясорубку, все равно будет разваливать. Ну, вот, котлеты. Поэтому мы же хотим, чтобы они были целые, красивые, вкусные. Поэтому мы сейчас разделаем рыбу. Рыбные котлеты по традиционному финскому рецепту. Нам потребуется мясо карася, соль, душистый перец, лавровый лист, лук, чеснок, зелень, лимон. Проворачиваем филе карася через мясорубку. Туда же добавляем лук, чеснок, зелень и лавровый лист. Лепим из полученного фарша котлеты. Обильно поливаем лимонным соком и жарим на огне. 10 минут, и вкуснейшие котлеты готовы. Сейчас самый важный момент, то, чтобы они, потому что самая проблема, то, что у нас ни яйца, ни муки, поэтому они могут развалиться. Вот поэтому мы выбрали такой сорт рыбы, карася, который, вот, в принципе, можно... Я не знаю, как в России, в Финляндии есть, вот, куда дым, там и красота. Поэтому я, ну, не такой степени красивый. Есть, кстати, финская пословица. Вот разные способы, сказала бабушка, когда кошкой вытирала стол. Что это значит? А кто его знает? Я точно не знаю. О, вот хорошо. О, пошел запах. А вы не чувствуете, да? Вам вообще с телевизора не такие? Дим-то... Еще 10 минут на огне, и все готово. Добро пожаловать на кухню Вилли. Нормально? Нормально, Вилли. Пойдет? Пойдет. Поедет? Не пойдет, а полетит. Хорошо. Вот теперь я Жену научу. Да. Я как-то испугался. Я думаю, что вот... Ну, все-таки, я считаю, что получилось у нас хорошее. Красавчик. Да, нормально? Красавчик. Съедобно? О. Ну, все. Можем и дальше рыбачить. Это программа «Охота на рыбалку» с Вилли Хабасовым. Смотрите дальше. Что будет дальше? Потому что будет... Что будет дальше? Никто еще не знает. Будет интересно. В следующей программе мы будем искать вот такого сазана. Где-то около 10-8 килограммов тоже бывает. Ты! Это, на моем понятии, это очень большое. Поймать рыбу на крючок – полдела. Главное – втащить на берег. А как быть, если рыба сильнее рыбака? О, пошел, пошел. О, там туда есть. Ничего себе! Что это такое? Это уже рыбина. Плох тот рыбак, который ловить не умеет. Хуже только тот, кто не умеет улов приготовить. Это свежая рыба, не на свежем воздухе. Хорошая компания, с прекрасной погодой, дождь, не лед. Что может быть прекрасней, чем есть вкусная рыба? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова